Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем Утро на Болткоме. Руководитель объединения велосипедистов Латвии Вестер Силанекс у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Добрый. Ну что, в принципе, велосезон можно считать уже открытым, и большое количество велосипедистов с каждым днём увеличивается в городе. Вот как вы думаете, насколько вот эта критическая масса велосипедистов, если пересаживается всё больше и больше людей на велосипеды, есть ли какой-то предел? Можем ли мы достигнуть, я не знаю, каких-то уровней Амстердама, где практически почти весь город ездит велосипед? Ну, вообще-то, если хотим, то можем. Это просто мы заинтересованы или нет? Там, если посмотреть цифры Амстердама, я точно, ну сколько у них были инвестиций, не помню, но было такие интересные сравнивающие данные, что, ну это было где-то 5 лет тому назад, что вся велоинфраструктура Копенгагена стоит те же самые деньги, что 1 км метро Копенгаген. Если сравнивать, то ничего. Ну, все в мире говорят, о, Копенгаген, ну да, это у них, это 1 км метро. Ну, конечно, за последние годы они, ну там, не сравнивать, они в прошлом году построили 14 мостов только для велосипедистов, как в Копенгагене, да, ну там масштабы совсем другие. Ну, а если так посмотреть, то сколько стоит полоса для велосипедов или дорога для велосипедистов, которые, ну, грубо говоря, ну, например, будем брать мост 3,5 метра, а для машин такой мост даже не нужен, он слишком узкий. Ну, для машин тогда, ну, надо, ну, как минимум 9 метров, ну, тогда сколько стоит, чтобы переправить людей через какой-то канал на машинах или мостик для велосипедистов, да, значит, они просто, это калькуляция, это экономика, они понимают, что велоинфраструктура стоит 10 раз дешевле, чем то же самое делать, перевезти людей на машинах. Да, то же самое, функция, груз или человек, ну, то, что для нас, вообще, это коммуникация, что называется, дорожная инфраструктура, это чтобы перевезти людей или груз, да, и если посмотреть, какой груз мы везем сегодня, ну, вы, я, ну, что вы везли сегодня, себя и сумочку, ну, для этого нужна машина, и вот они это экономически считают, это не то, что, ой, там, это классно, велики, нет, 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 это экономика, это деньги, это живые деньги, сколько мы тратим на заболевания, ну, например, на Латвии, если в год умирает примерно 15 тысяч людей, которые есть сердечные заболевания из-за того, что не двигаются, ну, это живые деньги, 15 тысяч в год, каждый год, надо двигаться, да, и поэтому они просто это понимают, что надо инфраструктуру в первом виде для пешеходов, потому что мы 100% все пешеходы, даже до машины, чтобы попасть и от машины до кровати, мы пешеходы, в магазине мы пешеходы, мы не автоводители, мы не велосипедисты, мы пешеходы, да, поэтому в первом месте пешеход, да, а в втором, ну, надо посмотреть, надо поддерживать тех, которые двигаются, ну, из-за стороны здравоохранения, или тех, которые не двигаются, но они понимают в Голландии, да, не что, те, которые двигаются, да, и те, которые не хотят двигаться, ну, для тех очень дорогие машины, и за их налоги мы их будем и лечить, да, которые они уже заплатили, не хочешь платить, будем делать бесплатно, да, но это их такая философия, но, в общем, там все только экономика и математика, нет никакой такой, ну, там, стили, что, нет, стили это потом уже, да, сильно они это показывают, и та критическая масса, которая была в этом году и в прошлом году, это такая мировая, так сказать, ну, акция, это не только Латвия, они наши придумали, да, самая большая в истории мира была в Венгрии, Будапешче, и там, по-моему, было почти 200 тысяч участников, и они в прошлое этой критической массы самоправление поняли, чего-то надо делать, ну, это ужас, 200 тысяч людей на велосипедах, и просто они начали строить велоинфраструктуру, которая стоит очень дешево, если так посмотрите, сравнивая с автоинфраструктурой, да, и потом эти люди, которые организовали эту критическую массу в следующем году, или уже, не знаю, как сегодня происходит, не смотрел последние новости, они сказали, что не будем больше делать критическую массу, потому что мы выйдем, что чего-то делается, да, И до тех пор, когда ничего не будет делаться нормально, да, я думаю, что до тех пор будет и критическая масса, да, конечно, мы можем говорить, ну, как там они участвуют, что они там делают, там, бардак и так далее Ну, ладно, посмотрим Париж, желтые жилетки, там полиция закрывает все улицы, да, там что-то там складно, там, ну, нет, да, это акции, надо ее воспринимать как акции А у меня, как у автоводителя, вообще-то, какая разница, кого ждать? Или там идет манифестация пешком, или улица закрыта для меня, как автоводителя, или велосипедисты, все равно закрыта, или там открытие сезона мотогонщиков, да, или там, не знаю, какой-то набережной закрыта, все равно закрыта для меня, как автоводителя Ну, подожди, ну, это 30 минут и езжай дальше, да, то, что нелегально, но все равно какая разница, легально или нелегально, если мне надо ждать Ну, то, конечно, то, что я могу не знать тогда, ну, когда идет похороны, колонна, мы тоже так думаем, что, сволочи, вот они тут едут, закрыли мне дорогу Просто надо себе как-то по-другому подумать, что это идет манифестация, да, и все, это не каждый день, только в раз в году, 1 мая, в час в день Все это уже знают, да, это не так, что вот завтра тоже где-то появились, да, конечно, кому-то неприятно, возможно, да, но это только в раз в году Велочемпионат тоже в раз в году, ну, и все равно все закрывает, и на весь день закрывает Все равно это противостояние и критика велосипедистов, она присутствует и, возможно, из-за того, что у нас нет этих велодорожек и велосипедисты периодически Велодорог И автодорожек, и пешеходики, машиночки, да, это тоже отношение, по идее Ну вот, а место у нас для них есть? У нас нет, ну, понимаете, если у вас есть... в городе нет места, тогда возникает вопрос Нету места для маленького или для большого? Это все по-другому надо думать Ну, если места не хватает, ну, вы разве... ну, не знаю, ну, будем брать любую отрасль, да Если у вас есть маленькое место, вы там будете большую трубу ставить или маленькую? Провод большой, как у 300 ватов или маленький, как у электроники, да Ну, подумайте, какой выглядел бы ваш телефон мобильный, если каждый провод был как для освещения Он был как машина почти, да И поэтому, если мест нету, тогда для большого точно нету, а для маленького есть, да Значит, для пешеходов, велосипедистов точно есть место Но возникает вопрос, есть ли для машин? Ну, в старом городе А есть ли место для грузовиков? Ну, нет Ну, поэтому старый город мы делаем в основном для пешеходов Ну, для велосипедистов надо, не надо, ну, для них-то место есть И поэтому вот с той стороны надо думать Просто практически логично, как мы думаем везде в другом месте в нашей жизни Ну, места не хватает, тогда берем поменьше, да Ну, если нет сил отнести большое ведро, ну, берем маленькое Десять раз по маленькому ведро и то же самое сможем делать, да Ну, это ничего такое, да И поэтому мы просто привыкли так думать, что машина – это главное, а не главный человек И сюда я пришел, и вы пришли тоже утром, как пешеход Не автоводитель Ваша машина где-то Моя тоже где-то Но я сегодня на велосипеде, как каждый день, да Но есть разница в том, что на улице Валдемара, Чака, Бревиба Сможете к любой двери подъехать на машине и оставить Невозможно Что надо делать, что возможно было бы Ну, что можно? Ну, под дом строить автостоянку Да А это денег хватает? Под каждым домом старым, который находится на улице Валдемара, Чака и так, ну, в всем центре Построить автостоянку под старым домом Технически возможно в Европе так есть, но у нас денег таких нет Ну, так что делаем? Ну, идем тот же путь на машинах или чего-то делаем? И поэтому, ну, как везде мне выбирает, ну, для пешеходов-то есть место На любом, к любой двери попасть Ну, так делаем лучшее удобство для пешеходов Для велосипедистов возможно подъехать? Ну, да А приятно? Нет Опасно? Да Ну, так делаем, чтобы было возможно А для машин просто технически и по деньгам невозможно Да, и это все Это просто практическая такая Ну, а что делать, да? Это тоже не так, что кто-то чего-то захотел, да? Сегодня выбираю между улицами, на которых нет велодорог Выбирая тротуар или проезжую часть По правилам велосипедисты должны ехать, если нет велодорожки Велодороги по проезжей части Но насколько это безопасно для них И часто они выбирают тротуар Да Кто здесь прав? Знаете, вообще-то в мире и во всей Европе Запрещается ехать с велосипедом по тротуару Начиная с 2016 года, 1 января У нас тоже правил дорожного движения Там такое, я бы сказал, мягко написано Что не разрешается по тротуару Кроме всех остальных случаев Когда очень большой трафик Когда там нечистая дорога Каменная дорога Ну, все остальное, да? Значит, какая идея была Если сразу завтра запретить нельзя по тротуару Велосипедистов больше не стало И тогда было очень много аварий и так далее И если мы смотрим опять со стороны здравоохранения Надо велосипедистов или не надо То всем мире говорит, надо Ну, так что мы делаем правила, чтобы было лучше, но их не было Ну, тогда нет смысла просто, да? И поэтому в наших правилах такой переходные правила Так и мы совместно ЦСДД их называем Но стараемся идти в ту сторону, чтобы велосипедисты не езжали по тротуарам Единственное, что разрешается, это когда дети И взрослые, которые провожают их Это логично, да? Но пешеход – это самое главное на тротуаре Ни машина, ни велосипедист, ни скутер электрический, ни все остальное Пешеход – это самое-самое главное И не надо говорить, что пешеход, он там что-то не смотрит Я еду на велике, и он что-то там так Это пешеход Это его территория Он делает там все, что хочет Если захочет сидеть, пусть сидит Это его территория И поэтому, когда едешь на велосипеде, надо просто соблюдать Все понятливо ехать Есть у нас тоже разница, что Ну, я бы сказал, и велосипедистам, и автоводителям У нас много знаков для велосипедистов Есть и велосипедная дорога Это синий знак, где только велосипед Это значит, что если возле дороги такой знак Обязательно надо ехать по этой велодороге Но, как у нас в жизни бывает, что эта велодорога заканчивается тротуаром А по тротуару нельзя Или заканчивается лестницей Или заканчивается поляной Или каком-то ограждением Это нормально в Латвии И поэтому мы, как автоводители, это не знаем Что там лестница А его, не знаю, на сидении маленький ребенок Как он оттащит по лестнице все это место Двухлетнего ребенка ставят на мосту одного Сам отнесет велосипед вниз И потом, ну, нелогично И поэтому очень многие велосипедисты едут по проезжей части Потому что велоинфраструктура ненормальная Есть еще знак такой, что совместная велосипедная пешеходная дорога Там есть пешеход и под ним велосипед По этой дороге не обязательно ехать с велосипедом Если такая дорога находится, ну, например, на Вантовом мост На Вантовом мосту есть такой знак Но, по идее, по проекту тротуар на Вантовом мосте Он был кто или как сделан? Для пешеходов, только для пешеходов А там просто поставили знак Ну, значит, это сразу велодорога? Ну, нет И поэтому в правилах это написано, что По идее, это такой же тротуар Просто разрешается по этому тротуару ехать с велосипедом Это не велоинфраструктура Ни один проектировщик там никогда не проектировал велодорогу И поэтому очень часто такие Ну, например, я по улице Валдемара еду в аэропорт В сторону аэропорта А тротуар-то уходит вниз кипсалу Ну, мне надо прямо И поэтому логично, что велосипедист едет по проезжей части И это по правилам и так далее Но очень многие автоводители этого не знают Они скандалят, тормозят, показывают Вот тебе дорога, да езжай при ней и так далее Это не обязательно И тем более надо брать в виду, что они очень ужасные у нас Так что очень много вариантов, нюансов, да Которые мы, ну, люди, которыми эти не пользуемся Даже не читаем так реально Правила дорожного движения мы не знаем Примем звонок Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Я вот долго слушал вашего собеседника Значит, он очень разговорчивый Для того, чтобы вот все это продвинуть Надо было бы для начала уравнять в правах водителей и велосипедистов Допустим, подвергать велосипеды тоже техническому осмотру И, значит, выдавать им водительские удостоверения Для того, чтобы можно было их идентифицировать В случае, если они себя хамски ведут Потому что очень много велохамов И наказания им как бы нет А вдобавок, неплохо бы с них на развитие инфраструктуры брать тоже дорожный налог Спасибо Так, понял, да Во-первых, дорожного налога в Латвии нет Такого налога нету И не надо часто об этом говорить У нас есть акцизный налог, который на топливо Акцизный налог в обшитом мире употребляет на сигареты, алкоголь и все остальное Которые нежелательные И как топливо тоже нежелательное Загрязнение воздуха и так далее Импорт большой и делает минусы только для государства У нас есть ежегодные Аутотранспорты, ну, отэва Которые мы платим Не налог Есть очень многие автоводители, которые говорят Что вот у нас мы платим налог Ну, например, на акцизный Этот налог должен уйти на улучшение дорог Ладно, с одной стороны это как-то звучит логично Тогда у меня возникает вопрос Налог от сигарет куда должен идти? Те, которые курят От алкоголя, баром, рестораном И те, которые пьют А тогда какие деньги пойдут на здравоохранение На учителей, на пенсии и так далее И поэтому, если так посмотреть То те, которые едут на машинах Они очень много всех своих Свою зарплату, я бы так сказал Оставляют очень узкой отрасли Бензоколонки одной Которые тотальный импорт Латвии мы не производим топливо Эти все деньги уходят за границу Те, которым принадлежат заправки Большинство иностранцев Их прибыль тоже уходит за границу Латвии, только те люди Которые работают и так далее Конечно, обслуживают Те, оставляют больше денег Велосипедистам Одновременно все эти деньги Которые они тратят на топливо Он тратит на любой Ну как его, просто лишние деньги Ну примерно один зарабатывает Тысячу евро, а другой тысячу Один едет на велосипеде Оставляет всем Всем отрасли Ну не знаю, продуктов больше покупает Хотя бы иностранных Но он больше отрасль содерживает Один оставляет только в бензин В свою машину Мы импортируем топливо в Латвии Примерно количество Одного миллиарда евро в год Один миллиард У нас бюджет почти десять миллиардов Государственный Это ужасные деньги Автомашины и детали мы импортируем Примерно пятьсот миллионов в год Эти все деньги уходят за границей Если мы смогли эти все деньги Ставить в Латвии Тогда и для дорог хватило больше Насчет номеров велосипедистов И дорожных прав В мире такого нету Только это было в Советском Союзе Почему? Потому что если опять посмотреть Все те льготы, которые дают нам пешеходы Все те льготы, которые дают велосипедисты Они намного-много больше, чем минусы Которые они делают Конечно, велосипедисты делают минусы И то, что человек говорит правильно Так и есть Но опять сравнивать Поддерживание тех, которые двигаются Или тех, которые не двигаются Те, которые загрязняют и не загрязняют Или те, которые убывают людей Или меньше убывают Но у нас в Латвии Если так посмотреть На машинах погибает Я бы сказал, убивает 120 примерно Это смотря каждый год Примерно 120 людей И где-то 5000, которые изуродованы Какие-то там большие серьезные травмы И так далее 5000 за год Это только из автотранспорта И все те минусы Ну, как бизнес-план смотрим Их надо поставить тогда на тех Кто это делает И импорт И заболевание И все-все остальное И тогда денег не хватает На дорогах Реально, не хватает Ни в одном государстве В мире Ни в одном Автоводители Своими налогами Не сможет задерживать Содерживать дороги Потому что это очень большие деньги И все-все остальные Мы вместе содержим Эту инфраструктуру Просто не хватает Еще один звонок Доброе утро Доброе утро Коротко попросим Мало времени у нас Потому что я много говорю Что делать с убытками Которые велосипедисты Приносят Ну, тем же, например Машинам Скажем, когда столкнулись Две машины Решают вопросы страховой компании А когда столкнулась машина Или велосипедист Что по вашему То же самое То же самое То же самое Что столкнуется Два пешехода Один другому дал по морде Да Там просто полиция Суд, страховка То же самое Ничего другого нет Потому что я испортил Другого имущества Все равно С топором, велосипедом Не знаю Да То же самое Совсем коротко Если можно Немного у нас времени остается Примем еще один звонок Доброе утро Здравствуйте Мне очень понравилась Логика вашего Собеседника По поводу того Что топливо Мы импортируем И запчасти импортируем Я вам расскажу С момента Закрытия Рига Спортиланфабрика Там теперь Акрополис отгрохали И создали Жуткую пробку В Кингаракто На выезде Так, на минуточку То есть Мы не Производим Собственные унитазы И раковины Может быть Нам отказаться Тоже и от этого То есть А то тоже деньги уходят В Польшу В Германию Кто побогаче Там какие-то унитазы Ну вопрос Можем мы свое делать Унитазы Технически возможно Топлива Нефть У нас в Латвии нет Тогда надо поддерживать Электрический транспорт Потому что Электричество Мы продерживаем И можем Еще есть возможности А нефть найти Нет возможностей Насчет Пешеходных переходов Знак пешеходного Перехода То же самое Что Трехугольный знак Дать дорогу Так что Когда едет машина На 90 км в час Вы можете подождать Посмотреть Что едет Летит машина На 90 И вы даете дорогу А когда знак Надо Дать дорогу Тем Которые перемещаются По пешеходной дороге Тогда не можем Это просто отношение Европе может У нас не можем Подожди Посмотри Ну там И все Так что Это просто отношение Спасибо Нам пора заканчивать Звонки у нас Конечно Под конец эфира Как обычно Разогреваются Наши слушатели Но к сожалению Принять уже не успеваем И пора нам заканчивать Руководитель Объединения велосипедистов Латвии Вестер Силенекс Был у нас в студии Принять уже